За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 119 происшествий. Из них 18 преступлений, 17 из которых раскрыто. По одному проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 22 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. С 28 ноября текущего года до окончания убойной кампании на территории Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тропа-2016». Выявлен факт незаконной охоты. Так, 2 декабря текущего года в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Тропа-2016», направленном на профилактику и недопущение фактов незаконной добычи и отстрела животных, на пятом километре автодороги на Ринмар-Красное сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по НАУ, остановлены два снегохода, к одному из которых были прицеплены сани волокуши. В ходе осмотра саней волокуш, принадлежащих жителю Наринмара 1977 года рождения, полицейские обнаружили разделанную тушу лося. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно, что 30 ноября текущего года около 10 часов, находясь в 13 километрах в восточном направлении от озера Селиндей Ненецкого автономного округа, задержанный из охотничьего ружья осуществил отстрел одной особи лося, не имея на это соответствующей лицензии. Для проведения проверочных мероприятий полицейскими изъяты орудия незаконной охоты – ружье, два снегохода и сани волокуши. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уважаемые жители округа, стражи порядки предупреждают вас об уголовной ответственности за незаконный отстрел животных. Согласно статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 24 ноября 2016 года в дежурную часть полиции обратился житель Наринмара 1982 года рождения с заявлением о снятии с его банковской карты денежных средств. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Ненецкому автономному округу установлено, что жительница Наринмара 1984 года рождения во время совместного распития алкоголя на своей квартире, воспользовавшись тем, что мужчина уснул на диване, из кармана куртки похитила его банковскую карту, позже сня с нее денежные средства в сумме 20 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Также полицейские выяснили, что женщина знала пин-код банковской карты заявителя, так как неоднократно снимала с нее деньги для покупки алкоголя. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 30 ноября текущего года в дежурную часть позвонил гражданин 1979 года рождения и сообщил, что при попытке слить дизельное топливо с грузового автомобиля, припаркованного у гаража в районе аэропорта города Наринмары, задержано двое молодых людей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли у двух молодых людей 1998 года рождения дизельное топливо и вернули владельцу. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается. По факту кражи дизельного топлива сотрудниками полиции проводится предварительная проверка. 2 декабря 2016 года в дежурную часть полиции с заявлением обратился мужчина 1968 года рождения, в котором он рассказал, что с 26 по 27 ноября текущего года от жилого дома по улице заводской города Наринмара был угнан его снегоход. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска управления установили, что жительница Наринмара, 1984 года рождения, в ходе совместного распития спиртных напитков со своими знакомыми увидела припаркованный возле своего дома снегоход и решила покататься на нем. Также сотрудникам полиции стало известно, что злоумышленница бросила снегоход в черте города, в районе Качгартинской Курии. В настоящее время сотрудники полиции проводят разыскные мероприятия для установления местонахождения угнанного снегохода. По факту угона полицейские проводят проверку, по результатам которой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет принято процессуальное решение. 3 декабря текущего года около 18 часов в дежурную часть полиции позвонила женщина и, представившись продавцом овощного магазина, расположенного по улице Октябрьска города Наринмара, сообщила, что к ней в магазин забежал мужчина в маске и, угрожая ножом, потребовал денежные средства. Я пыталась его как-то отговорить, ну испугалась, естественно, пыталась его как-то отговорить, чтобы он вышел, чтобы он этого не делал. Ну это, на мое счастье, просто в магазин зашел покупатель, и он просто испугался, ну он его спугнул, и он быстро вышел на улицу, все. Я потом позвонила своему руководителю сразу, после этого. Приехал мой руководитель, и потом вызвали полицию. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что житель Наринмара, 1977 года рождения, убедивший, что в торговом зале магазина отсутствуют покупатели, одев на лицо шапку с заранее подготовленными прорезями для глаз, угрожая продавцу ножом, стал требовать денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. Однако зашедший в магазин покупатель спугнул мужчину в маске, и тот скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время злоумышленник задержан и находится в управлении Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. Ведется предварительное следствие. По данному факту, следователем Следственного отдела управления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Отделом уголовного розыска устанавливаются свидетели исчезновения Таратина Николая Петровича 2 декабря 1983 года рождения. Сотрудники полиции просят граждан, обладающих информацией о передвижении Таратина Николая Петровича 26 декабря 2015 года, сообщить по телефону в дежурной часть полиции 02-421-26 или по телефону доверия 421-52. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.